Утро 9 февраля. Многие новосибирцы запомнят надолго. В Зайльцовском районе на линейной 39 произошел взрыв, в результате которого обрушились два подъезда многоквартирного дома. Хронология утренних часов трагедии. Репортажа Михаила Конышева. В 7.43 на пульт экстренных служб поступило первое сообщение о ЧП. В результате взрыва обрушился подъезд и началось возгорание. Ударная волна была такой силой, что содрогнули стены в соседних домах и выбило стекла. Мы с женой спали, сильный хлопок и землетрясение как будто. Мы подскочили, думали, события в Турции тоже у нас произошло. Ну встали, я вышел на улицу сразу, возле магазина увидел дым. Вышел сюда, люди кричат, подошли. Насколько возможно, они выпрыгивали с пролетов. Проснулись, потому что сын проснулся. И все. Потом слышали хлопок резкий. Ну и встали. Муж думал, землетрясение. Утром встал, это было без 28. И так сильно грохот был, такой грохот, что аж, я думаю, льдины что ли с этого, ну, снег кидают. Нет, оказалось, вот взрыв. И потом дым пошел. Ну а подруга моя говорит, мы сейчас с ней созвонились, она говорит, вообще сразу поехали пожарные, пожарные, возле ее дома она там, одна за одной. В течение 10 минут к разрушенному дому прибыли сотрудники МЧС и приступили к аварийно-спасательным работам. В разборке завала задействовали 284 человека и более 80 единиц техники. Позже группировка сил была значительно увеличена. До конца дня спасатели должны закончить поисковые работы, ликвидировать очаги возгорания, чтобы комиссии смогли выявить причины взрыва и оценить техническое состояние дома. На 10 утра поступила информация о 9 пострадавших, из которых один погиб. Разрушенный дом отключили от электро- и газоснабжения. Временно была прекращена подача тепла и в соседние дома. Масштаб разрушения около 30 квартир под разрушением. Обильное возгорание, в том числе возгорание кровли. Сейчас работаем не только на разборы, но и на недопущение развития пожара на рядом находящиеся подъезды. Сейчас, как можно наблюдать, спасатели продолжают разбор завалов, так как там могут находиться люди. Затрудняет работу припаркованные автомобили, их экстренно эвакуируют, а также идет расчистка снега тракторами, чтобы спецтехника могла ближе подойти к дому. На место трагедии прибыл губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Он проверил работу всех экстренных служб и взял ситуацию под личный контроль. Принято принципиальное решение. Через адресную региональную программу расселения из аварийного жилья мы всех жителей этого дома расселим за счет областного бюджета. Новые квартиры переполучены. По информации, на 6 часов вечера площадь обрушения дома составила 200 квадратных метров. 11 человек пострадали, 5 погибли. Еще 11 не выходят на связь. Также известно, что в доме на первом этаже сдавались посуточные квартиры. Следственный комитет по Новосибирской области возбудил уголовное дело. Михаил Конышев, Константин Менин. Новости ОТС. Новости ОТС.